Из Чувашии в Бразилию. Чемпионат России в столице республики собрал тех, для кого спорт – целая жизнь. Легкоатлеты по итогам трех соревновательных дней могут попасть на 24-е Сурдолимпийские игры. У кого какие шансы испытать судьбу в бразильском КША с Дусул, узнал Ульяна Пятакова. Стадион, болельщики, напряженная обстановка, спортсмены. Каждый на своем старте. Для всех одна тишина. Победителем на 100-метровке среди юниоров стала спортсменка из Ставропольского края Алина Кржижановская. Девушке всего 16. Она уже мастер спорта России. Ее воля к победе поражает. Я вообще чувствовала, говорила себе, что я займу первое место. И это не обсуждается. Никакое ни второе, ни третье. Я должна именно первое место. Тренер девочки Глеб Букреев. Вот он. Даже во время интервью рядом. Глеб, скажите, рассчитывали ли вы на победу сегодня? Нет. Это была незапланированная медаль. Потому что у нас основные виды – это прыжок в длину, тройной прыжок и 100-метровка с барьерами. А 100 метров – колоссальная конкуренция. Дистанция очень короткая. Если засиделся, отыграть невозможно. Каждый спортсмен может выступать в разных дисциплинах. Особое правило для особенно сильных духом. Среди метателей ядра – наша Анастасия Мамлина. Шансы попасть на сурдолимпийские игры у чебоксарки большие. Кроме Анастасии, честью вашей в чемпионате защитят бегуны Андрей Андреев и Игорь Анисимов. Ульяна Пятакова, Георгий Кривошейн, Республика.